Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна. Я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». Сегодня мы поговорим о том, как перейти на сыроедение. Давайте поэдытожим, что очень много информации, очень много, просто море информации, в которой можно заблудиться, в которой можно утонуть и так или иначе всё-таки не перейти на сыроедение. Но наша цель – перейти на сыроедение. Я считаю, что перейти на сыроедение легко. И для этого нужно знать о четырёх тезисах. Первый тезис – это чувство вины. Я расшифрую сейчас, что это значит. Всё просто. Вот как мы начинаем сыроедить? Мы, конечно же, начинаем смотреть видео, слушать аудио, читать книги, экспериментировать с продуктами. Мы окунаемся полностью. Это становится нашей идеей фикс. Но рано или поздно, первые, наверное, 3-4 года, рано или поздно наступает срыв. То есть все проверочные 3-4 года будут какие-то периодически возникать срывы. Это связано не только с тягой внутренней варёнки, но ещё с психологической привычкой. И вот получается следующее, что человек, испытав срыв, он испытывает чувство вины. Он себя корит. Как же я мог? Я вот столько держался. Я был на сыроедении. Тут раз, и всё, и откат. Возникает чувство вины. И в силу того, что мы все несовершенны, и сыроедение – это уникальный метод, уникальная философия, следуя которой мы поддерживаем своё здоровье. И человек начинает себя корить. И вот каждый раз, при каждом срыве, когда возникают такие моменты, я кориться чувство вины. И в итоге вырабатывается ассоциация, что сыроедение – это зло. И в этот момент мы становимся бесплатными клоунами, которые рассказывают о том, что сыроедение – это зло, и что опыт сыроедения был неудачен, и что не стоит переходить на сыроедение. Давайте мы не будем становиться вот этими самыми бесплатными клоунами, а просто не будем себя ругать, не будем себя винить за то, что произошёл срыв. Просто нужно принять, что да, вот он произошёл, что было трудно, что были какие-то физиологические потребности в данный момент, обусловленные какими-то причинами, о которых мы поговорим далее. Но вы вынесли из этого опыт. Вы уже знаете, как обойти данный нюанс, как обойти вот эту потребность неправильную. Соответственно, самое главное в этой ситуации – опыт. И ни в коем случае нельзя себя винить, ругать. Да, этого нельзя делать, потому что в итоге наша психика воспринимает сыроедение таким образом, что это просто зло. Поэтому мы отказываемся от чувства вины, мы отказываемся от того, что мы себя ругаем, и ругаем тем более прилюдно, да, то есть мы уничижаем себя тем самым. Поэтому мы закрываем глаза на чувство вины, да, которого не должно быть, мы его исключаем в своей жизни и просто продолжаем сыроедить. Дальше. Следующий тезис – тише едешь, дальше будешь. В чем он заключается? Люди, конечно же, начинают переходить на сыроедение мгновенно. То есть вот сегодня решил, сегодня стопроцентный сыроед. Так не бывает, потому что, ну уж так случилось, что у нас неполный набор продуктов, да, то есть у нас нет тех жиров, которые нужны, да, в маслах мгновенно в первый же день сыроедения. Ну, может кто-то подготовился, да, но вряд ли. У нас нет того набора продуктов и нет тех умений и знаний, познаний в кулинарии, да, чтобы просто взять и приготовить идентичное по вкусу сыроедческое блюдо к тем вареноедческим блюдам, которые мы привыкли. Ну, например, да, есть борщ сыроедческий, есть обычный борщ, который готовит нам мама. И понятно, что сыроедческий борщ я и себе, и в своей семье готовлю, и он вообще по вкусу ничем не отличается от борща, который готовит там, ну, мама в каждой семье, да, то есть, но он сыроедческий, он не денатурированный. Соответственно, а сыроед, у которого мало стажа, он не знает о том, как это сделать, потому что опыта нет, нет навыков такого характера. Соответственно, мы потихонечку, мы потихонечку, потихонечку, да, переходим на сыроедение. Сначала мы отказываемся, от чего легко отказаться. То есть, мы, например, отказываемся от хлеба, да, вот если он как бы всегда был неинтересен, то есть, мы от хлеба булочных изделий отказываемся в первую очередь. А если же нам не было интересно там рыба, да, мы от нее отказываемся в первую очередь, а потом остальные все продукты. Не нужно себя ломать об колено, не нужно себе бить в грудь и говорить, что я вот значит все, я больше это не ем. У вас будет постепенно меняться с каждым отказом от какого-то неправильного продукта, микрофлора в кишечнике. И вот этих потребностей неправильно будет становиться все меньше. Соответственно, не гонитесь за быстротой, гонитесь за качеством перехода на среднее. Пусть он займет, например, полгода, 8 месяцев, но вы будете стабильно переходить на среднее. И вы не будете кореть себя и винить, что вы там что-то себе позволили. Вы просто отказываетесь по мере возможности от каких-то продуктов, которые вы считаете, что они неправильны. Дальше. Мы все переходим на среднее по разным причинам. Я считаю, что этот тезис нужно назвать верной идеологией. Кто-то просто считает, что это неполезно, вареную пищу есть, потому что лейкоцитоз, потому что мы захламляем всякими трансжирами свой организм, что мы захламляем межклеточное, внутриклеточное пространство и так далее. То есть неправильная еда. Кто-то по моральным принципам не может есть убитых животных. И вообще для него это чуждо. То есть он бросает это все дело. Кто-то, например, считает, что это просто модно. Вот и все. У каждого свои идеологии. Но я считаю, что постепенно нужно как на ниточку нанизывать свои. Почему я перехожу на среднее? Бусинки этой осознанности будут создавать целую цепочку понимания, почему среднее – это верная идеология. Почему стоит переходить именно из традиционного, так называемого, питания на сыроедение? Потому что сразу просто, мгновенно все бросить. Нереально, если у вас нет глубинного понимания, что это за философия такая о сыроедении. Поэтому, конечно же, идеологии много, но постепенно должны их все объединять в себе, как осознанный выбор. И последнее, прочнее, званые гости. Последний, четвертый тезис. О чем он гласит? Он гласит о том, что внутри нас живут постояльцы. Тех, кого принято называть гельминты. И, к сожалению, они управляют нашим выбором в питании. Управляют нашим поведением. Но об этом уже я не буду рассказывать. Я буду только в плане питания говорить. Что у них свои потребности. Конечно же, частота вареной пищи совпадает с частотой гельминтов. Это уже доказанные вещи. Мы то, что мы едим. Соответственно, именно они просят денатурированной вареной пищи. Именно они просят мясо, рыбы, хлеба, всего остального, молока, всех этих продуктов. Соответственно, нужно избавляться от гельминтоза. То есть, как только мы решили перейти на среднее, мы даже, не думая ни о чем другом, мы сразу начинаем чистить себя. Не просто от крупных гельминтов, но еще межклеточное и внутриклеточное пространство, которые также заполонили одноклеточные микроорганизмы. Да, вот та сама патогенная микрофлора, которая у нас находится не только в кишечнике, но еще и внутри тканей. Но об этом лечении гельминтоза, да, есть отдельное видео, вы можете посмотреть, вы можете ознакомиться, взять для себя всю полезную информацию. На этом все, друзья мои. Хочется подытожить, что если вы будете следовать четырем принципам, четырем тезисам, перечисленным мною сейчас, вы очень быстро перейдете на среднее. Для вас оно будет легким, потому что без подготовки очень трудно перейти грамотно на среднее. Вы надорветесь, и у вас еще могут быть осложнения по здоровью. Потому что если, например, не избавиться от гельминтоза, гельминты начинают есть человека, да, вот на среднее. Потому что они требуют пищу, они начинают есть человека. Очень грустно, но это факт. И очень много всяких вскрытых подводных камней. Поэтому я желаю вам легкого перехода на среднее. Я хочу от всей души пожелать вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на мой канал Чаровное Среднение. По ссылке под этим видео проходите мой блог Андрейка Алена. Крепкого вам здравия.